И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Это необычный видеоролик, который не так уж и просто в какой-то степени записать, собраться с мыслью, но я попытаюсь сегодня вам рассказать довольно-таки интересную историю, рассказать историю команды, которая выиграла Краску Чемпион, как, может быть, вы знаете, может быть, вы не знаете. Уже через пару дней начинается новый межклановый чемпионат, и это значит, что Краска Чемпион у меня уже изымается. И сегодня я подумал, что стоит рассказать вам историю команды, в которой мне удалось побывать, удалось выиграть данную Краску, и рассказать вам немножко больше про саму команду, про трудности, которые были в данном коллективе, и, возможно-таки, даже рассказать немножко больше про игроков команды, которые половина из них уже не играет, либо не участвует в турнирах, если даже играют, то играют там какие-то обычные бои, матчмейкинги и прочее. Ну, а некоторые вообще уже не играют в нашу любимейшую игру. В общем и целом, я не знаю, что получится из данного видеоролика. Сильно, наверное, таки не судите, если я где-нибудь там запнусь, потеряю мысль или еще что-то в этом духе, потому что, ну, такие видеоролики не так уж и просто записывать, поэтому я надеюсь на ваше понимание. Давайте я начну сначала, начну с того, что это была команда, в которую я ступил за буквально час до окончания трансферов. Это было что-то необычайно сложное в плане мыслей, когда ты понимаешь, что вроде как не хочешь уже участвовать в никаких турнирах, ты думал, что пропущу межкландный чемпионат, не было такого большого количества времени у меня, ну и я, честно говоря, даже и не думал о том, что вдруг меня там кикнут с клана, я думал, что останусь там в запасе, если что, будет время, уделю его команде и останусь в синерджи, и все будет нормально. Но получилось как получилось, игроки нашли трансферы, буквально за час до окончания данного трансферного окна мне сообщили о том, что меня кикают, и я, честно говоря, в какой-то степени очень удивился этому моменту, и был в какой-то степени с ним не согласен, и за час буквально я нашел себе команду, ну, грубо говоря, подал заявку немножко даже с какой-то шуткой и рофлом, в надежде увидеть просто какие-нибудь там нелепые заявки по типу кланов, ну, не совсем таких сильных, в которых не стоит даже вообще пытаться что-либо делать, но увидел довольно-таки интересное предложение, увидел предложение от тех игроков, с которыми некоторыми я уже играл до этого, и я подумал, что, ну, почему нет, стоит попробовать, возможно, получится что-то кому-то показать, доказать, да, и игрокам, которые никогда еще не выигрывали чемпиона, не выиграли вообще такую краску, все-таки это считается у нас самая престижная краска в нашей игре, попытаться ее выиграть с данным коллективом, при том, что мне до вступления сказали, что в данной команде довольно-таки все неплохо, и нет никаких особых проблем, в форматах все ребята разбираются, и мне немножко придется просто дополнить команду, и была на то время какая-то определенная злость на команду, с которой, ну, грубо говоря, я думал, что я продолжу играть, но получилось как получилось. В общем и целом, я, наверное, впервые столкнулся с чересчур большим количеством трудностей, непониманием, как решать эти проблемы, когда ты на протяжении долгого времени играешь в одном коллективе, и тебя понимают с полуслова, тебе не надо там какие-то вещи вообще объяснять, тебе не надо там думать о том, что кто-то не подстроится под тебя, кто-нибудь сделает какую-нибудь там оплошность, глупость, то есть ты знаешь, что каждый игрок понимает, что он должен делать на карте, и тебе не надо объяснять какие-то там простые вещи, там, типа, давай кайти по левому флангу, там, сместишься, скинешь флаг, я под тебя там подстроюсь, или ты заблокируешь корпусом, я поставлю флаг, такие вещи мне до этого не надо было вообще никогда объяснять, не надо было рассказывать по этому поводу, все игроки знали, что им нужно делать, ну, когда ты играешь довольно долгое время, оно понятно, что уже как бы сыгранность появляется, и каждый понимает друг друга буквально с полуслова. Но здесь произошла совсем другая история, получилось так, что пришлось, наверное, все создавать с самого начала, и буквально, наверное, на протяжении трех, может быть, чуть больше, чуть меньше недель, у нас не получалось ровным счетом ничего. Ты тренируешься, ты понимаешь, что вроде как ты делаешь все правильно, но ты не можешь вообще ничего выиграть, и по сути не получаются какие-то банально простые вещи, да, ты проигрываешь всем подряд, без разницы, какой-то клан, там первая лига, вторая лига, не суть важна, но у тебя не получается ничего. Ты тратишь нервы, кто-то сгорает, кто-то не выдерживает, думает, что да ну его все нафиг, кто-то остается сидеть после тренировок, и думать, в чем реально проблема, что делать, чтобы начинать выигрывать. И это, наверное, первый клан, в котором было, ну, на сто процентов очень тяжело найти вот этот вот баланс, найти ту проблему, в чем она вообще заключается, и что идет реально не так. Слава богу, или к счастью, или к сожалению, не знаю, все хорошо сложилось. Сложилось так, что мы нашли общий язык, и нашли те самые ключики, которые у нас не складывались. И по итогу проблемы решались, потихоньку мы начали выигрывать, мы начали уже проходить групповую стадию. Да, был, наверное, один, ну, можно сказать, два игрока, которые явно по мне не вписывались в данный состав. Мне было не особо комфортно с ними играть, и я вообще не видел смысла в данных игроках. Одного из них, к слову, мы заменили на трансферах, один там остался, ну, в принципе, как говорится, флаг ему в руки, пусть остался, так и остался, с этой краской наигрался, я надеюсь, за данный год, и у него все хорошо. Но это лишь мое мнение, и я так считаю. Мы дошли до стадии плей-офф, и я считаю, что мы сделали, наверное, если не сказать, что лучший трансфер межкланового чемпионата, номер 11, то можно как бы вообще зарекнуться на то, что это был лучший трансфер 2018 года, как по мне. Тот человек, который дополнил данный состав, внес, ну, довольно-таки, большое количество плюсов, он закрыл, грубо говоря, шестым своим присутствием все форматы, он играл во всех форматах, он хотел очень сильно выиграть, да и хотела выигрывать вся команда, на мое удивление, когда ты, грубо говоря, три недели, да, чуть меньше месяца, не выигрываешь вообще ничего, но ты горишь желанием, ты продолжаешь трениться, ты веришь в то, что все получится, и ты реально горишь желанием выиграть. Я был реально поражен этим моментом, то, что ребята реально хотели выиграть. Они не на словах говорили, что, типа, мы там нагибаторы какие-то, ни у кого не было какого-то там завышенной самооценки, и все реально старались и хотели, горели желанием выиграть данный турнир. По итогу это все получилось сделать, да, мы выиграли, да, это был трудный турнир, трудная победа, что касаемо гранд-финала, то я бы сказал, что для меня он был немножко проще, чем даже финалы нижней сетки и полуфинал, если не ошибаюсь, нижней сетки или малый финал, не суть важна, короче, что мы там играли. Они были, как по мне, даже тяжелее, чем гранд-финал. Все же, когда ты играешь против команды, в которой ты долгое время состоишь, ты отлично понимаешь, как они будут действовать, что они будут делать на карте, и для меня в этом плане было все намного проще. Турнир закончился, игроки за данное время, наверное, выросли, добавили немножко своей уже самооценки, кто-то теперь уже считает себя каким-то более жестким нагибатором, игроком, который знает, что он делает в этой игре, и имеет уже в своем опыте и активе одну, как минимум, победу в данном межклановом чемпионате. Для меня это был второй чемпион, и второй чемпион именно к ряду, то есть подряд. У него одного игрока из данного коллектива до этого этого не было. И я бы хотел, наверное, поблагодарить всех тех ребят, с которыми я участвовал в данном коллективе. Сейчас уже скоро будет начинаться новый межклановый чемпионат. Я уже нахожусь в другой команде. В Этернити осталось всего лишь, если не ошибаюсь, два игрока из того коллектива, которые играли со мной тот турнир. И я бы, наверное, хотел бы пожелать удачи всем тем ребятам, которые сейчас будут продолжать играть в уже разных коллективах. Если не ошибаюсь, где-то полсустава так точно должно сейчас из Этернити играть в нынешнем 12-м межклановом чемпионате, который начнется уже, как я вам сказал, через пару дней. И хотел бы... Не знаю даже, как сказать, поблагодарить, наверное, за участие в данном турнире. И в какой-то степени попрощаться с данной краской. Я долго думал о записи вообще данного видеоролика. Думал, что его, наверное, стоило записывать немножко раньше. Но, в общем и целом, получилось как получилось. Выходит он в тот уже самый момент, когда, грубо говоря, у нас уже данную краску забирают. Но я реально считал нужным записать такой видеоролик, рассказать вам о данном коллективе, рассказать о том, что у нас все это дело произошло и как сложился данный турнир. И я уверен на 100%, что у каждого из этих игроков определенно должно получаться что-то новое. Возможно, даже не только в игре, а в каких-то своих отраслях, в которых они занимаются. Это отличные ребята, которые, как по мне, показали себя довольно-таки с хорошей, позитивной и правильной стороны. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Не знаю, понравился вам или нет, но я бы вас хотел бы попросить поставить на него лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны, тоже, если вам нравится, можете тоже поддержать. Ну, а с вами был мистер Ванька. Спасибо, ребят, всем за просмотр данного видеоролика. Встретимся в новом межклановом чемпионате. Ну и пускай победит сильнейший, хоть и у нас не такие уж жировские турниры. Давайте, удачи. Как-то пытаться сохранять этот размен. Да, тем временем время тает на глазах. Уже 30 секунд отделяют синерги от возможной победы. Скорее всего, вполне вероятной победы. Доксар, понимаешь, что необходимо ставить необходимый эти ва-банк уже находятся на флагштоке. Все силы коллектива Этернки брошены на то, чтобы вернуть флаг. Но и синерги не отпускают имеющиеся преимущества. Объехать King of TP. У него, к слову, КД. Заходит Ванька. Есть имидж. Я не понимаю. Ванька будет сейчас все сжигать. Ванька может вернуть. Да, возврат! Происходит возврат на карте и заставляется флаг 1-1. Это значит, что будет держать, 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 держать. Лева что? Лева наша? Есть, 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 есть. Держите, держите. Есть, есть. Черт! Нет! Сука! Сука! Красавец. Фак.